МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в этом выпуске. Последняя информация о COVID-19 в городе Зверево. Что обсуждали депутаты на внеочередном заседании Городской Думы. О готовности общеобразовательных учреждений города к началу учебного года. Известную фразу «чисто там, нигде убирают, а там, где не ссорят» все знают, но не выполняют. Сознательные зверевчане торопятся поставить прививку от COVID-19 до наступления холодов, когда может присоединиться еще и обычный грипп. К сожалению, не все понимают сложившейся ситуации, отказываясь от вакцинации. Тем самым подвергают опасности свое здоровье и других людей. Мы по-прежнему в красной зоне. Несмотря на то, что небольшое, совсем небольшое снижение по заболеваемости, но мы из красной зоны не вышли. На сегодня в активной фазе болеет 172 человека. Из них 145 на дому. 26 человек у нас находятся в госпитале. А вообще госпиталь на сегодня переполнен, потому что при 50 койках, которыми госпиталь сегодня может располагать, заняты 52. К сожалению, на прошедшей неделе у нас было 3 смерти от COVID-19. К счастью, наверное, жители города понимают о том, что препятствовать такому активному распространению новой коронавирусной инфекции можно в том числе и вакцинации. Вакцинация идет достаточно успешно. На сегодня в городе присутствуют все виды вакцины, но какой из них прививаться, конечно, должен принимать решение лечащий врач. На сегодня масочный режим, который необходимо продолжать соблюдать, контролируется рабочими группами. Жители уже видят, что достаточно активно, практически ежедневно группы мониторят, протоколы составляются. И за август уже около 40 протоколов составлены на физических лиц за нарушение масочного режима. Наверное, только так можно заставить людей почувствовать, что нельзя допускать отсутствие масок, если вы в общественном месте, и, конечно, нужно дистанцироваться. По вакцинации на сегодня мы уже от плана почти 83% привились. Это достаточно хорошая цифра, но цифры ведь это ничто по сравнению с жизнями и со здоровьем наших людей. Поэтому вакцинируемся, продолжаем вакцинироваться 1 сентября, не за горами. К сожалению, очень много болеет сейчас детей, очень много. Возраст 21 год, новорожденный 20 год. Вот по анализам, по мониторингу, по цифрам, дети, которые болеют школьного периода у нас на сегодня, 14 человек. То есть в легкой форме они болеют, но при этом они являются переносчиками инфекции. Семейный вид заболевания на сегодня. Вот приходят данные и фамилии, 3-4 фамилии, это целая семья заболевает. Конечно, мутировал сейчас новый штамм этого ковида, более опасный, более коварный. И хочу сказать, что на сегодня уже люди понимают и ревакцинируются. То есть те, кто были первыми, вакцинировались в начале года, на сегодня спутником-лайтом могут ревакцинироваться. Но только так, только все вместе мы можем победить это зло. Днём 19 августа зверевчане увидели чёрный дым, поднимающийся в небо с северной стороны города – пожар. Как нам пояснил начальник управления ГОИЧС города Зверева Владимир Рябаштан, информация к ним поступила от очевидца в 12 часов 43 минуты. На место задымления была отправлена дежурная смена аварийно-спасательного формирования для мониторинга. В 12.54 от диспетчера 41-й пожарной части поступила информация о том, что горит заброшенное здание на территории бывшей промышленной зоны. На место возгорания выехала 41-я пожарная часть, аварийно-спасательное формирование, пожарные части городов Гуково, Каменско-Шахтинского и посёлка Трудового. В 14.00 поступила информация от диспетчера 41-й пожарной части о ликвидации открытого горения на площади 200 квадратных метров. По первичной информации, на открытой площадке прилегающей территории по улице Макаренко 1Е загорелся мусор. Недавно в администрации города состоялось внеочередное заседание Зверевской городской думы, которое в основном было связано с корректировкой бюджета города на текущий год и плановый период 2022 и 2023 годов. Произошли изменения межбюджетных трансфертов. У нас увеличение связано с дополнительными средствами, связанными с выкладами стимулирующего характера за особые условия для медицинских работников, те, которые работают по профилактике для обращения коронавирусной инфекции. Нас добавляют 1.200.000 и 2.670.000. И отпуска тоже с медицинским работникам, которые работают с ковидными больными, 1.639.000,7 десятых. Кроме того, по Резервному фонду правительства Ростовской области на приобретение 2-го стульевного буков для школы номер 5, у нас пришло распоряжение 188.100 рублей. Увеличено субменция на осуществление полномочий по поддержке беременных женщин и малоимущих семей на сумму 192.000. И по фактической потребности и уже по принятым расходам скорректированы стороны уменьшения такие направления, как обеспечение предоставления в жилых помещениях детям сирот на 1.600.000, обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 452.000, предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда на 1.839.000, и ветераны труда Ростовской области 411.700 рублей. Параметры доходной и расходной частей местного бюджета практически не изменились. Единственное, что в связи с тем, что у нас были зарезервированы средства по 1.151.100 на софинансирование предполагаемых, которые планировали с поделением в этом году, субсидии на продолжение работ по благоустройству парка «Парижская СМВ» в этом году, по письму Министерства финансов рассматриваются, эти деньги выделяются и будут перенесены на 22-й год, в связи с чем за изъявленные средства планируется по ходатайству. Дело ЖКХ перенаправить на следующее направление. Это оплата расходов на энергосервисного контракта по пост травы, благоустройство общественных территорий, обслуживание техники, проведение судебной экспертизы и на актуализацию смертной документации по парку. Там остались небольшие объемы, выполнен третий этап, но так как это будет 22-й год уже, то естественно, смертные нормативы, корректируются индексы и требуется провождение корректировки при получении нового положительного заключения госэкспертизы. Председатель городской думы Светлана Бушланова еще раз пояснила ситуацию по поводу парка. В связи с тем, что нам не дали основную часть из другого уровня бюджета, то есть областной, федеральной, мы ничего не получили, поэтому своя часть ориентирования нам не пригодилась, и мы свои внутренние резервы, те, которые закладывали на реализацию этого третьего этапа, мы теперь должны их перераспределить, чтобы они не подвисли у нас. Еще один вопрос, который рассмотрели в этот день зверевские депутаты, касался приватизации муниципального имущества. Полиэтиленовые пакеты, пустые бутылки, коробки с подсока и прочий бытовой мусор на газонах между домом 51 по улице Обухова и магазином «Магнит» порядком надоели законопослушным жителям этого микрорайона. Все это, к тому же, портит внешний вид центральной улицы города, формируя негативное представление в целом о городе у гостей и проезжающих. С просьбой помочь навести порядок на этой территории избиратели обратились к Владимиру Ярославцеву, депутату Зверевской городской думы, нашему коллеге. В свою очередь он связался с исполняющим обязанности директора управления ЖКХ Анной Алексеевой, которая моментально отреагировала на обращение, и уже утром следующего дня, 19 августа, этот участок был приведен в порядок. Большое спасибо. Однако, это ненадолго говорят жители этого микрорайона. Люди сами порядок не соблюдают, бросают все, везде эти пакеты, бутылки, банки. Вот мусорник вот здесь рядышком, нет, они детей заставляют таких маленьких. А ребенок вышел, что куда он это, по дереву бросил, развернулся и пошел. И вот здесь каждый год одно и то же, каждый год. Если камеру надо поставить, чтобы штрафовать их потом, всех людей. А так порядка не будет никогда. И вот здесь за углом, за магнитом, там тоже постоянно свалка. В этом мы убедились, завернув за магнит, где на его прилегающей территории вновь столкнулись с разбросанным мусором, разлетающимся от ветра на десятки метров. В том, что такое происходит в нашем городе, виноват никто иной, как недобросовестные граждане, бросающие пакеты с мусором прямо на улицу. У депутата Зверевской городской думы Виктора Гулюты есть предложение, как следить за порядком. Уважаемые жители нашего города Зверево, просьба к вам здесь не сорить, не загаживать эту территорию, где вы живете здесь. Уже созрела необходимость здесь, в нашем городе здесь. Я обращаюсь и к председателю городской думы, Светлане Александровне Бушлановой, и к луну от этого обращаются. Надо создать четкие, обозначенные границы между управляющей компанией, между домами, между магазинами, киосками. И так же здесь обозначить, сколько метров, сколько, чтобы мы уже знали, кто за что отвечает здесь. И еще большая просьба здесь не сорить. К нам не переезжают ни с Москвы, ни с Ростова здесь, только сами жители города Зверево здесь ссорят. До 1 сентября остается совсем немного времени. В преддверии нового учебного года в образовательных учреждениях города Зверево проведен комплекс работ. Действительно, у нас сейчас очень горячая пора. Мы делаем последние штрихи перед тем, как принять наших детей в образовательные учреждения города Зверево. В первую очередь, это, конечно, касается наших общих образовательных учреждений, то есть школ. О том, что мы будем открывать точку роста, я ранее говорила. И сегодня могу сказать, что красивые кабинеты готовы, что сейчас идет поставка современнейшего оборудования, мебель уже получена. И 1 сентября мы торжественно в трех школах города, в первой, в четвертой, в пятой, откроем современные образовательные пространства, которые называются точка роста. Также во всех образовательных учреждениях мы откроем еще одно интересное направление, которое называется цифровая образовательная среда. Эти наши кабинеты будут оснащены современным компьютерным оборудованием, которое тоже на стадии получения сейчас. Что касается наших дошкольных образовательных учреждений, то очень приятная новость для родителей и детей детского сада «Звездочка». Надеюсь, 16 августа мы запустим детский сад в эксплуатацию после ремонта, который был необходим, когда обнаружили, скажем так, опасность на лестничном пролете. Еще одно очень важное событие для нас – это ремонт детского сада «Светлячок», тоже именно кровля. Мы планируем в сентябре провести эти работы. И детский сад «Светлячок» также будет у нас безопасен в этом плане. Дополнительное образование осталось на прежних своих местах. Это и наша спортивная школа «Олимпик», но я напомню, что для спортивной школы «Олимпик» у нас имеется отдельное здание теперь, ну не здание, а спортивный зал, который функционирует в полную мощь. Тренер будет работать теперь не только два раза в неделю, как это было раньше, а всю неделю, потому что он перебрался к нам жить. Центр дополнительного образования, к сожалению, пока остается без собственного здания. Будем работать также на базе всех общеобразовательных учреждений города Зверево. Все буквально учреждения наши подготовлены к новому учебному году во всех тех направлениях, которые предусмотрены. Это и противопожарная безопасность, и антитеррористическая защищенность, и готовность образовательных учреждений к отопительному сезону, акты подписаны, паспорта готовятся. В общем, последние штрихи делаем. В эфире рубрика «Дорожная хроника». По информации начальника Красносулинского ОГИБДД Михаила Урубкова, за прошедшую неделю на территории Красносулинского района и города Зверево было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых автомобили получили механические повреждения. С целью предупреждения аварийности на транспорте с участием детей, снижению тяжести последствий ДТП среди владельцев индивидуального транспорта, а также предупреждению и профилактике безопасности дорожного движения, в период с 16 августа по 20 сентября на территории обслуживания ОГИБДД Красносулинский проводится областная широкомасштабная профилактическая акция «Внимание, дети!» На этой неделе в администрации города Зверево состоялось заседание антитеррористической комиссии, которое провёл глава администрации Александр Лутарев. На заседании присутствовали руководители учреждений образования, культуры, социальной защиты, здравоохранения, правоохранительных органов, а также МЧС и управления ГОЧС. Повестка дня касалась перечисленных объектов, в части обеспечения антитеррористической защищённости и не только. Говоря о подготовке школ к Дню Знаний, Александр Валентинович поинтересовался, какие меры приняты в связи с распространением COVID-19. У нас не будет массовых мероприятий, а только лишь для учеников первых и одиннадцатых классов. Если мы хотим организовать праздник для других ребят, то надо продумать график прибытия, не допускать, скажем так, большое количество гостей. Родители обязательно в масках. Сфера культуры готовится не только к новому учебному году, но и к Дню Города, Дню Шахтёра, а также выборам депутатов Государственной Думы. Учреждения культуры, в которых будут проходить выборы депутатов Государственной Думы и мероприятия, посвящённые Дню Города, Дню Шахтёра, на сегодняшний день принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности, система сигнализации в учреждениях, средства вызова тревожной группы, система пожарной охраны, телефонная связь с номерами диспетчерской и дежурных служб в наличии и в исправности. В Дню Города и Дню Шахтёра у нас пройдут в основном онлайн мероприятия. Что касается стационарных, там нам помощь не требуется, потому что это будут малочисленные мероприятия. А что касается спортивных мероприятий, то они пройдут только лишь с участниками, без зрителей. Другими объектами социальной сферы, в частности Управлением социальной защиты населения, осуществляются следующие мероприятия по антитеррористической и противопожарной защищённости. Ведётся журнал инструктажей. На праздничные и выходные дни утверждается кратер дежурства ответственных специалистов. Также для осуществления контроля за обстановкой на объекте установлена одна видеокамера, которая обеспечивает контроль за входом в здание. Для охраны объекта в штатном расписании Управления соцзащиты имеются три сторожа, которые работают в соответствии с утверждённым графиком. В Управлении проводятся мероприятия, также направленные на усиление противопожарной безопасности. Определён порядок и периодичность проверок за исправным содержанием противопожарных средств. Кроме того, на заседании обсудили вопрос реализации муниципальной подпрограммы «Безопасный город» о установке и обслуживании системы видеонаблюдения на улицах и в общественных местах города. Камеры видеонаблюдения, установленные на перекрёстках, светофорах, остановочных комплексах, пешеходных переходах, с целью минимизации происшествий и мест установки, согласованы с местным отделением полиции. Общее количество камер на территории муниципального образования 16. Протянутые оптиковолоконные линии по центральной улице Советской до ЖД вокзала, на площадь при вокзале. При подключении электропитания будут установлены камеры видеонаблюдения, согласно проекта модернизации. У нас получается, что мы сейчас протянули 2 километра оптиковолокна, соответственно, подключим на них 6 камер. 19 августа отмечается православный праздник преображения Господней, или, как ещё называют, Маленькая Пасха. В этот день христиане вспоминают о явлении божественного величия и славы Иисуса Христа перед апостолами на Израильской горе Фавор. Этот праздник отмечается 4 века. По традиции, в Свято-Никольском храме, как и во всех православных церквях, накануне прошла всенощная, а утром 19 августа продолжилась праздничная литургия. Сегодня, дорогие братья и сестры, в этот светлый, великий праздник преображения Господь нас побуждает на добрые дела. Господь нас побуждает на великую молитву. Господь ждёт каждого из нас на общении. И мы с вами должны помнить и знать, что впереди вечность. И эту вечность мы должны подготовить себе сейчас при жизни. Потому что есть время для покаяния, есть время для молитвы, есть время для добрых дел. Сейчас, здесь. Потом это время останавливается также сейчас здесь, и начинается другая жизнь. И другое измерение. И вот готовы ли мы будем в другой жизни встретить Господа, увидеть Его, посмотреть Ему в глаза, не стыдно ли нам будет за свои прожитые здесь годы, идти на ответ. Я вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с вами великий праздник. Желаю, чтобы каждая душа, каждый человек имел возможность на спасение, имел возможность общаться и любить Бога. И Господь ему ответит взаимностью. И Господь своим никогда не оставляет. Преображение Господне на родине называют вторым или яблочным спасом. Как правило, прихожане приносят с собой яблоки, виноград, прочие фрукты и овощи, чтобы после праздничной литургии осветить их. Так верующие благодарят Бога за то, что позволил нам вырастить и собрать урожай. Яблочный спас, и мы пришли на яблочный спас, чтобы осветить эти плоды. Чтобы у нас хозяйство неплохое, и там как раз будем сажать эти семена, или что здесь останется. Кушать сами, и семена сажать, и они будут хорошо расти. Я тут с родителями, и братья, и сестры мои пришли осветить плоды. Самый главный праздник. Господь преобразился, нам сил дал. Дай Бог и вам всего доброго. Преображение Господне мы всегда считаем великим праздником. Мы всегда приходим с удовольствием на праздник. Очень переживаем, что сегодня немножко опоздали. Всем желаем всего хорошего в этот великий, хороший праздник. Именно с яблочного спаса разрешается есть яблоки и использовать их для приготовления блюд, варенья, жемов и прочих сладостей. Считается, человек, съев освященное яблоко на преображение Господне, обязательно попадет в рай. Также необходимо угостить освященным яблоком своих ближних. Яблочный спас не следует работать по дому. Чего не осудит церковь, так это провести время за приготовлением пищи. Ежегодно 22 августа все россияне празднуют День государственного флага Российской Федерации. К этому знаменательному событию в Центральной городской библиотеке имени Шолохова организована книжная выставка-атрибут «Российский флаг. Державый символ», на которой размещены книги не только о российском флаге, но и гимне, и гербе. Каждый человек, любящий свою родину, должен знать символы своего государства. И лучшие помощники в этом – книги. Посетители библиотеки познакомятся с книгами по истории российского флага, из которых узнают о том, как изменились цвета знамени российского государства и с чем были связаны такие перемены. Читателям на выставке предложены книги, статьи и журналов, очерки истории государственной символики, повествующие о судьбе государственных эмблем, в которых рассказывается о том, как рождались и видоизменялись главные отличительные знаки государства – герб, флаг и гимн.